Что происходит, когда человек внутри себя с какой-то ситуацией спорит, борется, не принимает и так далее. Вот, допустим, есть какая-то ситуация, о которой вы все время думаете, где в отношениях, где вас человек чем-то задел, но как-то она сложилась неблагоприятным образом. И вы об этой ситуации думаете, может быть, прошло очень много лет, может быть, эта ситуация свежая, и отдаете этой ситуации еще свою силу, вместо того, чтобы принять ее сердце. И вы думаете, что это какой-то негатив, который, если вы его впустите внутрь себя, то он каким-то образом вам еще навредит. Но, с другой стороны, помимо, это может быть одна ситуация, о которой вы думаете, которая вам не нравится. Это может быть несколько ситуаций в течение жизни, которые накопились. Но, с другой стороны, в вашем сердце, в вашей точке в сердце есть душа, есть ваша любовь, безусловная, которая от природы вам дана в неограниченном количестве. Есть ваш свет. И эта энергия, которая здесь есть, если вы о ней только подумаете, ее частоты гораздо выше, чем вот эти все остальные ситуации, которые могут накоплены быть в вашем поле. И если вы примете в сердце какую-то боль, какую-то обиду, какую-то неприятную ситуацию, то вот эти высокие частоты внутри вашего сердца, они автоматически поглотят вот то, что вам по сути мешает. И оно исцелится и трансформируется. Это и есть путь, безусловно, любви. Когда что бы ни происходило, вы сердце допускаете, оно у вас широкое и огромное, что оно может трансформировать то, что происходит вокруг. И вы становитесь таким светящим существом, освещающим все на вашем пути. И когда вы не принимаете что-то, вы отрицаете, что в вашем сердце и внутри вас есть такая огромная сила и есть такая огромная мощь любви. И гораздо проще все это принять. Можно прям вдохнуть, можно даже сейчас, прямо смотря это видео, сосредоточиться, закрыть глаза на своем сердце и представить, что в эту ситуацию вы входите с огромным потоком любви. И эта любовь мгновенно трансформирует то, о чем вы годами думаете. Это и есть путь, безусловно, любви, которая дана абсолютно каждому. Нет такого, что ее даруют избранным и так далее. Это одна огромная душа, которая разделена на тела и все мы вместе образуем одну единую божественную душу и огромное-огромное поле любви.